Зинаида Петровна, большое спасибо, что согласились дать интервью нашему каналу. Для нас это очень важно, особенно в начале политического сезона. Вот как-то он стартовал так быстро, что называется, с места в карьер. Первый вопрос. Какие задачи вы ставите перед парламентом на этот период и перед собой? Как перед его председателем? Давайте скажем так, что политический сезон не стартовал как-то неожиданно. Потому что даже когда парламент завершил свою летнюю сессию, мы объявили, что будет какая-то промежуточная сессия созвана. И мы созвали парламент, потому что было необходимо обсудить ряд важных законодательных инициатив, которые пришли от правительства. И мы собирались в середине августа. Поэтому какие-то две недели перерыва не особенно почувствовалось. Мне кажется, что большинство депутатов даже не уходило ни на какие каникулы. В том числе и председатели парламента. Тем более, что есть очень большая политическая активность, связанная с местными выборами. Но вместе с тем, вы прекрасно знаете, что парламент в понедельник было второе заседание парламента. Было одно сразу после возвращения депутатов из так называемого отпусков. Рассматривали важные вопросы. Поэтому сессия стартовала. Осенняя сессия стартовала. И в этой осенней сессии очень много задач. И отражение этих задач, они нашли приоритетное отражение в том документе, который подписало нынешнее парламентское большинство. То соглашение, можно его назвать, как хотите, временное какое-то коалиционное соглашение. Мы говорим, то соглашение, которое мы подписали, политические партии, триполитические партии, которые входят в парламентское большинство, и не только политические партии, отражает все те приоритеты, которые стоят перед парламентом. И мы будем этому следовать. Конечно, эти приоритеты исходят из приоритетов правительства. С какими реформами придет правительство, что будет делать правительство. Мы оказали политическую поддержку парламенту этому правительству, поэтому это и нашло отражение в том документе, который мы подписали 16 сентября. Парламентское большинство от имени всех парламентских фракций в этом большинстве подписали вице-спикеры парламента, это от партии социалистов подписал вице-спикер Ион Чабан, от платформы «Да» подписал Александр Слуцарь и от партии, от фракции «ПАС» подписал Михаил Попшой. Кроме того, учитывая, что это своего рода дорожная карта, что будет делать в последующем правительстве и парламент, конечно, мы решили, что это должна быть и полная политическая поддержка, поэтому данные соглашения подписали тогда же, 16 сентября, и президент Республики Молдова Игорь Николаевич Датон подписал, и я как председатель парламента, и премьер-министр Майя Санду. Это означает, что есть полная политическая поддержка, чтобы там не говорили про наше парламентское большинство. На нас лежит очень большая ответственность, мы должны обеспечить в стране политическую стабильность, а из этого исходит все остальное. Конечно, на этой сессии, в понедельник на заседание пришел с речью с обращением к парламенту, ну и к народу президента Республики Молдова Игоря Николаевича Датон. Да, прозвучали некоторые критики и в адрес правительства, и в адрес парламента, это надо воспринимать неболезненно, это нормальная ситуация, потому что люди ожидают реальных действий, конкретных действий и от правительства, и от парламента, поэтому мы все должны работать в одной упряжке, чтобы оправдать доверие народу. Ну вот вы заговорили об этом соглашении, конечно, его давно ждали. Представители партии социалистов вообще много раз выступали с этой инициативой, и что вот есть в итоге? Мне бы хотелось, чтобы вы оценили качество самого этого документа и прокомментировали, вот уже появляются определенные комментарии. Смотрите, сторонники ОКУМ говорят, что это соглашение в пользу социалистов, сторонники социалистов говорят, да нет, больше там по положениям, там как-то поддержка правых. Вот что вы бы могли сказать? Это документ насколько компромиссный, потому что вот смотрите, представители правых, они говорят, это соглашение о сотрудничестве ветвей власти, есть и такая трактовка. Как вот все-таки это надо понимать? Вообще к этому соглашению надо подходить с другой стороны. В любом случае нашему обществу нужна реформа. В любом случае все ждут каких-то очень важных документов, которые должно принять правительство, с которым должно одобрить парламент. Поэтому в этом соглашении есть приоритеты и в социальной области, есть приоритеты и в реформе судебной системы, над чем работает сейчас правительство. И вы знаете, что первый шаг сделан, да и что касается избрания прокурора, внесения изменения в генерального прокурора, что касается изменения в закон. И мы проголосовали уже это в парламенте 16 сентября в двух чтениях. Не надо трактовать, что это в угоду кому-то. Это должно быть, все что мы делаем, это должно быть в угоду нашему гражданину, людям, простым людям. Вот что простые люди от этого будут иметь. И это соглашение не надо, чтобы по настоянию партии социалистов были. Мы просто то соглашение, которое было заключено тогда, 8 июня, и когда мы определили приоритеты, которые поставили перед собой в том соглашении политическом, которым было в нашем парламентском большинстве, мы практически его выполнили. Все, что было предусмотрено в том соглашении, надо было двигаться дальше. Количество нужно сохранить. Люди хотят, чтобы это парламентское большинство сохранилось и работало дальше. Люди этого хотят. И поэтому не надо говорить, что это кому-то выгодно, а кому-то невыгодно. Всем это должно быть выгодно. Если мы ответственны перед людьми, которые проголосовали за нас. Да, проголосовали так, как проголосовали. Мы, социалисты, хотели, чтобы это было 51%, чтобы мы взяли, и мы готовы были взять полностью ответственность на себя за всю власть в стране. Но люди проголосовали так, как проголосовали. Мы уважаем мнение людей, и мы пошли на эту коалицию, чтобы освободить страну от этих олигархов, которые узурпировали власть вплоть до Конституционного суда. Поэтому, конечно, мы это сделали ради людей. Несмотря на то, что мы совершенно разные, политически ориентированные разные, идеологические, у нас разные идеологии. Мы как-то вот тогда, 8 июня, оставили все в сторону и сказали, давайте мы будем сели за стол переговоров и сказали, давайте мы найдем точку соприкосновения. Что нас объединяет, не что нас разъединяет. А нас объединяет очень многое. Работать во благо людей, работать во имя страны. И, кроме того, проводить взвешенную внешнюю политику. И это очень важно. Молдова, как территориальная страна, очень маленькая и с небольшим населением. Но мы находимся между двумя большими экономическими блоками. Европейским Союзом и Евразиатским экономическим Союзом. И это нужно использовать в интересах Молдовы. Мы имеем соглашение о свободной торговле с Европейским Союзом и свободное передвижение людей. Мы имеем соглашение о свободной торговле со странами СНГ. Мы как рынок потребления очень маленькая страна. Нужно сделать так, чтобы можно было производить в Молдове и экспортировать во все концы мира. И мы знаем, как это сделать. Мы к этому готовы. И, конечно, правительство, которое социалистов взяли в этом правительстве, мы не настаивали на каких-либо должностях. Это видно по составу правительства. По составу правительства. Это видно. Но мы сказали, что давайте, самое главное, чтобы это правительство работало во благо людей. Мы посмотрим. Да, за сто дней, наверное, у них не очень много успехов. Но не может сразу все произойти. Но надо учитывать и не повторять какие-то ошибки, которые были уже сделаны. То есть, получается, что пессимисты говорили досрочные выборы, их не избежать. Не только. Да. Говорили как раз, причем и слева, и справа, и Зина Петровна. То есть, получается, что это соглашение, оно как-то отодвинет эту перспективу. Так? Но, когда меня наши внешние партнеры спрашивают, сколько продлится эта коалиция. Я обычно отвечаю так. Эта коалиция продлится столько, сколько это нужно будет нашим гражданам, нашим избирателям. Наши избиратели проголосовали так, как проголосовали и оказали нам доверие на последующий политический срок. И мы должны исполнить свои обязательства перед избирателями. Тем более, что я уже говорю, это касается и всех. Говорю как председатель парламента. Обещания раздавали не только социалисты, но и блок ОКОМ. И каждый, какую ношу взял на себя, он должен ее нести достойно. Как вам с оппозицией с этой нынешней работается? А вы знаете, когда они пытаются нас учить, оппозиция, я им говорю, уважаемые коллеги, ну давайте вы будете учиться работать в оппозиции. Мы будем учиться работать в правящей коалиции. И так вместе будем учить друг друга. Но это должно быть в интересах граждан. Прислушиваются, на ваш взгляд? Ну, где, как. Как, когда получается, да? Как, когда. Хорошо, если говорить о работе парламента, я скажу, чего ждет общество. Очень ждем отчетов специальных комиссий Зинаи Петровны. Они были созданы буквально сразу на первых заседаниях этого парламента. Я говорю сейчас о комиссии по поводу расследования кражи миллиарда. Вторая специальная комиссия — это по поводу фактов узурпации власти. Там еще есть, по-моему. Но есть какая-то ясность, когда придут с этим отчетом к нам? В принципе, комиссии практически подошли к завершению. Они заслушали всех фигурантов по соответствующим субъектам, которые обсуждаются. Я думаю, что в скором будущем мы услышим их доклад в парламенте. Но мы должны понимать, комиссии никого не будут осуждать. Комиссия не имеет таких. Они не имеют таких компетенций. Они должны помочь следствию. А этим должны заниматься следственные органы, которые должны выявить, кто же на самом деле виноват. Я думаю, что предыдущие власти специально затягивали расследование кражи миллиардом. Это обсуждалось и на Высшем Совете Безопасности. Потому что четыре года практически ничего не делалось. Реально ничего не делалось. Общество что-то выбрасывалось, какая-то информация через СМИ. Но в реальности никто ничем не занимался. Сейчас шаг за шагом. В том числе и временно исполняющий обязанности генеральному прокурору. Думаю, после внесения изменений в закон о прокуратуре пройдет определенное время. Сами появится и новый генеральный прокурор, который будет утвержден президентом. Но это уже дело чести. Даже если эти деньги за четыре года с лишним прошли несколько этапов через несколько компаний. И уже неизвестно, где осели эти деньги. В реальности ничего не было возвращено из той кражи миллиарда предыдущими властями. Все, что выдавалось в СМИ, это было только реализация тех материальных банков после реквидации тех трех банков. Но это не кража, не возврат денег, которые были выведены из банковской системы. Это надо знать. Признать. Но это уже дело чести для страны. Что надо довести дело до конца и выявить. Сколько вернется бюджет? Будем видеть. Но неправильно было, что эти деньги были переложены на плечи государства. Что это бюджет должен возвращать. И причем возвращать очень большую сумму в течение 25 лет. Это совершенно неправильно. Но расследование началось. И следственные органы, насколько мне известно, работают. Да, это будет непросто. Это может продлиться какое-то время. Но самое главное, чтобы были привлечены к ответственности именно те люди, которые являлись и организаторами, и которые сделали возможную эту кражу миллиарда. Потому что это произошло не просто так. Для этого готовилась законодательная база. Были внесены изменения в законодательную базу. Мы тогда, будучи в оппозиции, мы предупреждали. Мы голосовали против. Кричали во всех, где возможно было, что так нельзя поступать. Но вместе с тем они пошли вперед. То парламентское большинство, которое было. И подготовили законную кражу этого миллиарда, скажем так. Доготовили законодательную базу. Поэтому я и говорю, должны быть привлечены к ответственности те, которые в реальности были организаторами в первую очередь. Елена Петровна, вы говорите, должны быть привлечены. Но вы понимаете, что новую власть очень часто обвиняют как раз в том, что она якобы слишком мягкая. Какие были сделаны заявления, а что на сегодняшний день? Ну, давайте скажем так. Новая власть должна быть корректной. Может быть, это звучит немножко странно. Потому что людям хотелось, может быть, чтобы всех вывести вот так на площадь. Вы знаете, многим, наверное, так и хотелось. Так бы и хотелось. Но мы должны понимать одно. Демократия демократии, но в стране нужна вертикаль власти. И нужна дисциплина. Потому что под видом демократии у нас творится хаос и беспорядок. Вот это, и, по-моему, люди именно этого хотят. Люди хотят вертикали власти и хотят порядок. Люди хотят, чтобы правоохранительные органы их защищали. Чтобы судебные инстанции не работали по телефонному праву. Чтобы никто никому не диктовал, а работал закон. Вот это нужно сделать. Мы можем писать. Помните, какие были раньше истории успеха Республики Молдова? Да, так называли. Реформа юстиции проведена на высшем уровне. Так можно написать красивый закон, но все зависит от того, кто. И хороший закон. И европейским стандартам будет соответствовать. Но если министр не знает, как его исполнить, что с этого закона получится? Он не будет просто работать. И он не исполнялся. Ну хорошо, вот смотрите. Смотрите, снятие иммунитета по делу. Да? Как раз по поводу кражи миллиарда. Тоже задают вопросы. Почему начали с фракции ШОР? Якобы. Вообще это какая-то такая вот в парламентском, я не знаю, не очень приятная процедура. Но некоторые говорят, что это не последнее снятие иммунитета. У вас есть какая-то информация? Я не могу знать, у меня нету совершенно никакой информации. Есть временно исполняющие обязанности прокурора, который сейчас занимается всеми этими делами. Самое главное, чтобы эти и прокуратура, и все другие следственные органы работали корректно в соответствии с законом. Вот единственное, что требуется. Это должно быть, во главе всего должен быть закон. Да, это неприятная процедура. Всем абсолютно неприятно. И если вдруг следственные органы допустили, что какие-то невиновные люди попали, ну они в таком случае должны высказать свое мнение. Но мне кажется, что прокуратура не могла просто так прийти. Тем более, что они изложили и факты, и это было заслушано и на юридической комиссии. Что будет дальше? Посмотрим, они работают. Я сказала, что это очень длительный период работы всех следственных органов для того, чтобы выявить действительных реальных фигурантов. И в том числе, потому что я думаю, что это было у следственных органов на виду, что реально видно. Ну не исключаю, что и реальные фигуранты, потому что и в том числе тот, который был инструментом в руках правящей коллекции или правящих тогда структур, и который скрывается сейчас за границей, он был инструментом, и он подставил и других своих коллег. Реально подставил. Но каждый должен отвечать за свои действия по закону. Соглашусь, тут с этим, по-моему, вряд ли кто поспорит. Давайте поговорим о внешней политике. Вот президент всегда говорит, мы выступаем за взвешенную внешнюю политику. Правильно. Как вы видите роль парламента во всей системе? Потому что я знаю, что вы предприняли уже ряд визитов интересных. Вы и в Брюсселе были, и из Китая недавно вернулись. Я знаю, что этот визит был очень успешным. Наверняка у вас есть еще планы. Вот поделитесь. Ну, я уже высказалась по этому вопросу, что Молдова должна уметь проводить взвешенную внешнюю политику, должна уметь дружить со всеми партнерами внешними, но дружить в своих интересах. И не дружить с кем-то против кого-то. Это говорит и наш господин президент Игорь Дубин. Но это и говорим мы всегда, и я всегда говорю нашим внешним партнерам. Вам же не выгодно, чтобы в этой маленькой стране, которая находится между двумя экономическими блоками большими, мировыми, была какая-то дестабилизация? Нет, конечно. Но нам тоже не интересно. Давайте будем создать им тут и можем показать всему миру. Вот мы же показали, что политические силы в Молдове объединились ради того, чтобы избавить страну от узурпатора власти. Мы же это доказали. И доказали и другие. Три мировые политические силы. Это и Соединенные Штаты, и Российская Федерация, и Европейский Союз сразу поддержали нынешнюю власть. Новое правящее большинство в парламенте и новое правительство. Все высказались за. И начали работать. Вот буквально скоро на этой неделе состоится первое заседание после длительного перерыва в экономической комиссии Молдавско-Российской. Предыдущие власти, к сожалению, сумели переругаться со всеми и с Западом, и с Востоком. Их вообще нигде никто не признавал. Не было никаких ни партнерских, ни других, ни финансовых отношений, и другие финансовые структуры. Просто не работали с властью. И так нельзя. Нужно уметь налаживать мосты, а не просто разрушать их. Поэтому, конечно, мы за взвешенную внешнюю политику. Но это должно быть в интересах республики Молдовы, в интересах граждан нашей страны. И эту политику мы будем продвигать. У нас были... Мы готовы ездить везде. Но самое главное — работать тут внутри страны, чтобы сплотить наше общество. Вот оно, что у нас, еще наше внутреннее общество очень разобщено. Наши люди, и это разобщение произошло из-за недальновидной политики и политиков. Поэтому сплотить наше общество нужно. Что касается внешних связей, да, первый официальный визит председателя парламента, Причем при участии всех фракций. Представителей всех фракций. Представителей всех фракций. Мы посетили Государственную Думу, где имели и выступление в Государственной Думе Российской Федерации, в Совете Федерации встречу. Имели и с председателем российского правительства. Был мой совместный визит с премьер-министром Брюссель, где встретились с председателем Европейского парламента господином Сосоли. И господин Сосоли приветствовал. Вот наше такое парламентское большинство сказал, что готов посетить Республику Молдову. Мы его пригласили. Недавно наша делегация была в Китайской Народной Республике по приглашению председателя постоянной комиссии, так называется, постоянного бюро, национального собрания всех китайских представителей. Это был очень интересный визит не только в Пекине, встреча с господином председателем, но мы смогли посетить три столицы Китая. Шанхай, наверное. Да, Шанхай, которая является деловой столицей. Имели встречу с руководством данного города, данного региона. Они готовы к сотрудничеству. И уже помогают нам в организации продвижения наших товаров, различных выставок на китайском рынке. Мы посетили древнюю столицу Китая, Сиань, где имели встречу с губернатором соответствующего региона и с представителями города Сиань. Участвовали в восьмом форуме, евразийском экономическом форуме, где участвовали где-то 20 стран. У меня было там выступление. Были очень хорошие другие встречи на региональном уровне. И, конечно, в Питине, я сказала, уже в национальном собрании Китая, была очень хорошая дружественная встреча. Мы пригласили господина председателя посетить и республику Молдова, в компартии Китай, потому что уже и на политическом уровне мы прорабатываем составление будущего соглашения сотрудничества между партиями. Вы знаете, что партия социалистов имеет больше заключенных с другими партиями соглашений. Я думаю, что мы сможем в ближайшее время заключить и такое соглашение, потому что это поможет у них там руководящего роли ЦК Компания. Да, у них есть этот пункт. Центрального комитета партии. Поэтому сотрудничество нужно продолжать. Мы с Китаем имеем составленное на... Вот в течение 27 лет уже подписано более 60, по-моему, соглашений о сотрудничестве. Есть и другие экономические соглашения, которые нужно продвигать. Молдова в 2014 году подписала вот это соглашение между странами, что пошел ковым пути. Мы можем использовать это соглашение для реабилитации нашей инфраструктуры. Причем Китайская Народная Республика, руководство готово очень серьезно подключиться и помочь Республике Молдова. Вообще Китай — это мировая экономика, которая влияет на экономику других стран. Это надо признать. Надо признать, что эта страна очень быстрыми темпами развивается. Главный их девиз, что... Я помню, это еще два года назад я слышала, участвую у них на одной конференции экономической, когда они говорили, что произведено в Китае должно звучать гордо. Я вот им сказала, мы тоже так хотим. Произведено в Молдове, это должно звучать гордо. Это должен быть такой бренд, который будет известен на мировом уровне. Хотя мы маленькая страна, но они готовы потреблять наши товары. Очень заинтересованы и в нашей плодовощной продукции. Страна великая. Официально миллиард четыреста миллионов. Раньше говорили, пусть каждый китайский купит по бутылке Молдовского. Все будет хорошо. Зинаида Петровна, к вам вопрос еще последний такой, из очень серьезных, это как к лидеру партии, если позволите. Вот местные выборы. Как бы вы оценили готовность партии к ним и каковы шансы на успех? Ну, в принципе, мы как самая большая политическая сила в Молдове и самая структурированная, потому что где-то наши оппоненты говорят, да, им хорошо, у них структура везде, во всех территориях. Ну, я обычно говорю, ну, мы хотя... А вы им говорите, а вы работаете как... Цифровые технологии очень хорошо, и их нужно использовать. И мы тоже стараемся это использовать и будем это продвигать. Но самое главное, это общение с людьми. Поэтому я говорю, надевайте сапоги, идите к людям. Поэтому мы... Ничего не меняется, да, за эти годы? Поэтому мы готовы к этим выборам. 15 сентября, в воскресенье, было официальное представление партии и готовность партии к этим выборам. Мы пригласили всех своих советников, ну, большинство районных советников. Мы пригласили примарей из кандидатов в примаре в каждом населенном пункте. И будем усиленно работать. Поэтому я понимаю, что у нас... Мы не можем недооценивать наших оппонентов. Но самое главное будет от того, как мы будем готовы пойти к людям и как мы достучимся до каждого избирателя. Мы должны до него достучаться и должны сказать, что есть реальные шансы. И мы будем каждого поддерживать, кто выиграет от партии социалистов, которая идет под символом партии социалистов, под звездочкой. Поэтому наши все коллеги готовы работать. Работать усиленно. Уже работают. Не то, что готовы, а уже работают. У меня состоятся тоже встречи практически в каждом. Наверное, я смогу одолеть, посетить каждый районный центр, говорить с людьми, встречаться с людьми. И если позволить, один такой личный вопрос. Вот вы занимали в своей жизни, уже можно четко сказать, что две должности важнейших государств. Премьер-министр, сейчас председатель парламента. Что сложнее, Зинаида Петровна? Ничего простого не бывает в этой жизни. Просто, когда не умеешь и не хочешь ничего делать. Вот тогда все просто. Тогда этим людям все просто. И они соглашаются на любые должности. А всегда любая должность – это огромная ответственность перед народом. Если будешь работать на свой народ, на свою страну. А остальное, что сложно? Сложно быть одному. А у нас сильная команда. Я чувствую, что даже в парламенте, в этом парламентском большинстве, мы очень хорошо сотрудничаем. Правда? Мы очень хорошо сотрудничаем. Мы до принятия каких-либо решений обсуждаем каждый вопрос. Да, разные мнения. Но где-то приходим к общему знаменателю до сих пор. Поэтому мы должны консолидироваться. Если мы поможем, покажем консолидацию на уровне парламента, это пойдет вниз по цепочке. Самое главное, чтобы мы понимали, никуда мы не уедем из этой страны. Мы остаемся жить в этой стране. И порядок у нас в стране можем навести только мы, те, которые живем здесь. Никто из другой страны не придет и не будет продвигать нас. И если мы не будем гордиться нашей страной, никто с нами не будет разговаривать. Семена Викторовна, большое вам спасибо за это интервью. Спасибо, что приняли нас у себя в гостях. Спасибо. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго. Доброго вечера. Добро пожаловать на наш канал.